Студия аудиокнига своими руками Александр Грин Бархатная портьера Читает Александр Водяной Пароход Геда Эльстон пришел в Покет после заката солнца Кроме старого матроса Баррелена Никто из команды Геды не бывал в этом порту Сама Геда попала туда в первый раз Новый пароход, делающий всего второй рейс Вечером после третьей склянки Часть команды направилась изучать нравы, кабаки И местных прелестниц Эггман Чатер тоже мог бы идти Но сидел на своей койке Наблюдая, как перед общим Хотя принадлежащим Боцону Гутеру небольшим зеркалом Сгрудились пять голов Матросы брились, завязывали галстуки И в подражание буфетчику Обмахивали начищенные сапоги носовыми платками Барреллен сидел у конца стола Пил кофе Чатер не знал, что Барреллен жестоко ненавидит его За примирение двух матросов Эти матросы обыграли Барреллена И он искусно стравливал их Том, как левеща Смиту на Буца А Буцу на Смита Дело вертелось на пустяках На украденные фотографии На соли, подсыпанные в чай На сплетни о жене На доносе о просверленной бочке с вином Однако, посчитавшись взаимно Буца и Смит схватили ножи А Чатер помирил их Расстрогав напоминанием о прежней их дружбе Человек злой и хитрый Барреллен умел быть на хорошем счету Он пользовался прочным, заслуженным авторитетом В каждом порту он всегда верно указывал Тем, кто не знал этого Лавки, трактиры, публичные дома Цены и направления Чатер, сказал Барреллен, подсаживаясь к нему Разве ты не пойдешь танцевать в долину? Так называли квартал известного назначения Чатер, сказал Барреллен Чатер подумал и сказал Нет Что же так? Сам не знаю Я, видишь ли, еще утром припас две банки персиковой настойки Сегодня было уж очень душно Должно быть, от этого я и мрачен Ты купил чашку в Сайгоне? Спросил Барреллен, помолчав Купил Покажи Не стоит, Барреллен Просто фарфоровая чашка с фузиямой и вишнями Матросы хлопая друг друга по спине гагача, как гуси на ярмарке Вышли по трапу вверх, саркастически пожелав Чатеру хорошенько перестирать свои подштанники Тут Барреллен приступил к цели Тебе это дело понравится? Сказал он, тщательно обдумав картину Которую собрался нарисовать простодушному человеку Я знаю Покет, Лис И все порты этого берега Я бывал здесь два раза Я сам не пойду в долину, хоть веди меня туда даром Двадцать лет одно и то же, как везде Тут есть одна порченная семья Богатые люди Болтливому я не скажу ничего, а ты слушай Их семь душ Четыре сестры И три их приятельницы Хорошей масти Одна другой лучше Денег они не берут Напротив того Ешь и пей, что хочешь Как в нашем салоне Но они, понимаешь, заводят знакомство Только с моряками Они сами не пьют Но любят, чтобы матрос валился пьяный Завязав ногами двадцать морских узлов Без этого лучше не приходить Негритянка проводит тебя через разолоченную залу К бархатной портьере Из черного бархата С золотыми кистями Вот тут ты и должен ожидать Она уйдет Потом занавески эти вскроются И там ты увидишь У них это шикарно поставлено Фортепиано Арфы Песни поют Можешь так же нюхать цветы Виски, рому, вина Как морской воды Все образованы Везде тон Прошу вас, будьте добры Передайте горчицу И что ты захочешь Все будет деликатно исполнено Там уже смотри сам, как лучше устроиться Ну что, хочешь сходить? Истории такого рода Весьма распространены среди моряков Расскажи приведенную нами Выдумку кто-нибудь другой Чаттер ответил бы, смеясь Полдюжины аналогичных легенд Но он, безусловно, верил Барлену И его потянуло К духам Иллюзиям Музыки Поверив Он решился И приступил к действию Пусть будет у меня внутри Рыбий пузырь Вместо честной морской брюшины Скричал Чаттер А если я пропущу такой случай Это где? А это вот где? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Успела отскочить от него мулатка, открывшая дверь, как появился высокий бородач внушительного сложения. Человек с окладистой золотой бородкой стоял, загораживая путь, и Чаттер произнес деликатную речь. — Если вы попали сюда раньше меня, — сказал он, — это еще не причина наводить на меня боковые огни прямо в глаза. — Мест хватит. — Я матрос, матрос Геде Эльстон. Я верю товарищу. Дом, номер тот самый. — Прошу вас, будьте добры, передайте горчицу. — Куда мне идти? — Семь лет брожу я девок к девкам. Из трактира в трактир. — Когда здесь есть музыка и человеческое лицо. — Мы очень устаем, капитан. — Верно, мы устаем. — Барвин сказал мне. — Раздвинется, — говорит, — бархатная портьера. — Это про ваш дом. — И там, — говорит, — там, — как любовь. — То есть настоящее обращение с образованными людьми. — Я говорю, — продолжал он, идя за хмуро кивающим бордачом, — что барин никогда не лжет. — И если вы... — Куда это вы хотите меня? — Вот сюда. Это вход. — Раздался громовой голос, и чатр очутился в маленькой комнате, без мебели, с цинковым полом. Дверь закрылась, сверкнув треском ключа. — А он силен, чертова борода! — размышлял чатр, прислоняясь к стене. — Эх, должно быть, сломал плечо. Настала тьма, и пошел теплый проливной дождь. — Лей, дождь! — говорил чатр. — Я верно задремал, когда шел по улице. — Но я не боюсь воды, нет. — Однако был ли я в девятнадцатом номере? Через несколько минут безжалостный поток теплой воды сделал свое дело. И чатр, глубоко вздохнув, угрюмо закричал. — Стоп! Вы начинаете с того, чем надо кончать. А я не губка, чтобы стерпеть этакую водицу. Дверь открылась, показав золотую бороду, подвешенную к нахмуренному лицу с черными глазами. — Выходи! — сказал великан, таща чатр за руку. — Посмотри-ка в глаза. Теперь переоденься. — На стуле лежит сухая одежда, а свою ты заберешь завтра. Дрожа циррости чатр скинул мокрое платье и белье, надев взамен чистый полотняный костюм и рубашку. Затем появился стакан водки. Он выпил. Сказал тьфу и огляделся. Вокруг него блестел белый кафель ванного помещения. — Теперь, — приказал мучитель чатру, стоявшему с тихим злым видом, — читай вот это место по книге. Он схватил матроса за ноющее плечо, всунул ему толстую книгу и ткнул пальцем в начало страницы. Попятясь к столу, чатр сел и прочел. — Руки моей по этому. А вот здесь цветы для вас. Лаванда, рута и левкой я вам даю. Цветы средины лета, как всего приличнейшее вашим средним летом, приветствую я всех. — Камил, будь я овцой. — Довольно, — сказал бородач. — А теперь попробуй повторить. — Я понимаю, — ответил, сдерживая ярость, чатр. — Вы, так сказать, осматриваете мои мозги. — Не хочу ничего повторять. Бородач умолча встал, указывая на душевую кабину. — Эх, не надо! — буркнул чатр, морщась от боли в плече. — Руки моей по этому. Но одним словом, как вы, старик, то возьмите что похуже. Например, мяту, лаванду. — А розы я подарю кому-нибудь моложе тебя. Потом Камил говорит. — Будь я овцой, если возьму ваше дряное сено. Теперь пустите. — Пожалуй, — ответил бородач, подходя к чатру. — Не сердись. Завтра заберешь свое платье сухим. — Ну, хорошо. Кто же вы такой? — Ты был в квартире командира крейсера. — Должно быть, ты теперь знаешь его, матрос. — сказал капитан, тронутый видом гуляки. — Вот она, бархатная портьера, которую ты пошел искать. Он дернул его за ворот рубашки. — Она раскроется, когда ты захочешь этого. — А теперь марш по коридору. — Там тебя выпустят. — Ладно, ладно. — буркнул чатер, направляясь к выходу. — У вас все загадки? — А я еще хмелен понимать их. — Большая неприятность произошла. — Эх. — Он махнул рукой и вышел на улицу. Коварная выходка Барлиэна теперь была вполне ясна чатеру. Но он думал об этом без возмущения. — Сосредоточенное спокойствие, полное как бы отдаленного гула, охватил матроса. Чувство старшего в отношении к жизни. Он шел глубоко-глубоко задумавшись, опустив голову, как будто видел свое тайное под ногами. Поднимая голову, он удивленно замечал прохожих, несущиеся, клыхаясь, лица с особым взглядом ходьбы. Наконец чатер очнулся, вошел в магазин и купил жестянку чая, испытанное средство от опьянения. Но ему негде было его сварить. Продолжая идти, в надежде разыскать чайную лавку, каких в этой части города не было, он попал в переулок и увидел раскрытую освещенную дверь нижнего этажа. Там сидела за столом бледная женщина, молодая, с робким лицом. Она шила. Теперь чатер мог бы заговорить с кем угодно, по какому угодно поводу. Так же просто, как заговаривают с детьми. «Сварите мне, пожалуйста, чаю», — сказал матрос, переступив две ступени крыльца и протягивая жестянку насторожившейся женщине. «Я выпил много. С виду я трезв, но внутри пьян. Большая кружка крепкого, как яд, чая сделает меня опять трезвым. Я посижу минут десять и вывалюсь». Простота обращения передалась женщине. И слегка улыбнувшись, она сказала. «Присядьте. Вы верно моряк?» «Да, я матрос», — ответил, опускаясь на стул чатер, как ей, так и вошедшему невысокому мужчине с маленьким темным отоспы лицом. «Верно, ваш муж. Я заплачу», — продолжал чатер. «Вынул из кармана горсть серебра и золота, жалование за три месяца, он бросил деньги на стол. Три покатившиеся монеты, затрепетав, легли посредине клеенки. Мужчина, юмористически сдвинув брови, взглянул на деньги, потом на жену. «Кэрри», — сказал он женщине, — «что тут у вас?» «Ты видишь?» «Зашел, принес чай и просит сварить», — тихо ответила Кэрри, нервно дыша в ожидании брани. «А, приятно. Джеймс Тиггенс», — сказал муж, протягивая руку чатеру. «Я шорник». «Кэрри все сделает, не беспокойтесь. Деньги ваши возьмите, не то, если потом растратите, будете думать на нас». Он беспокойно оглянулся и вышел вслед за женой в кухню. «Много не сыпь», — сказал он ей, — «нам больше останется». «Задержи его». «Он дурак». «Подлей в чай чуть-чуть рому». Когда он ушел, Кэрри понюхала чай. Хороший чай, с чудным запахом. Совсем не такой, как покупала Гертруда, сестра Стигенса. Кэрри не разрешалась покупать ничего, а она очень любила чай. Он веселил ее, заглушая желание есть. Теперь ей очень хотелось есть, но она не смела взять кусок пирога с луком, отложенного Гертрудой на завтра. Подумав, Кэрри выспал в чайник полжестянки чая. Между тем, перед задумавшимся чаттером предстала Гертруда. Стигенс прервал беседу, состоявшую из вопросов о плаваниях, и сделал сестре знак. Забрав со стола деньги, чаттер дал ему гинею, а остальное сунул в карман. Перед ним очутилась теперь рослая женщина лет сорока, с диким и быстрым взглядом. Она старалась сейчас починить свое жесткое лицо радушной улыбке. «Вот зашел к нам дорогой гость, бравый моряк», — говорил Стигенс. «Он выпьет чаю, как у себя дома. В семье, не правда ли?» «Не правда ли, Гертруда?» «Он дал мне гинею». «Видишь, чтобы купить к чаю кексы и орехов, ты сходишь, на, а сдачу храни. В следующий раз ему снова дадим чаю и кекс». Гертруда, взяв деньги, степенно прошла на кухню. Едва слышно напевая, Керри варила чай. «Как он попал?» — спросила Гертруда, показывая монету. «Говоришь, увидел тебя?» «Так иди же, пусть он видит тебя». Матросы, попав на берег, часто тратят все до копейки. Я заварю чай, а за покупками сходит Джемс. Он многое стратился на комод, а теперь еще надо покупать коврик и занавески. Не смея ослушаться, Керри, не поднимая глаз на чаттера, передала мужу, взятую у Гертруда, гинею. «Ты сам». Стигенс вышел, а Гертруда принесла чайник. «Сейчас, сейчас», — говорила она, расставляя посуду. «Наш гость мучается, но он будет пить чай, и все будет хорошо». Керри взглянула на чаттера, потом на комод. Большой новый комод стоял у стены, как идол. Комод этот отнял у Керри много завтраков, чая, лепешек и мяса, и она ненавидела его. Керри хотела бы жить в тесной комнате, но чтобы быть всегда сытой. Вот этот матрос был сыт. Она ясно видела, что он силен, сыт и бодр. «Чаттер сказал, я вам наделал хлопот». «О, нет, нисколько», — ответила Керри. «Да, знаю, что наделал», — повторил чаттер. «Некоторое время он пил, не отрывая свой чай из большой глиняной кружки. И, передохнув, увидел Стигинса, пришедшего с кексом, сахаром, пакетом орехов. «Дай же мне чаю», — сказал Стигин сестре. «Керри, нарежь кекс». Наш славный моряк начал отходить. «Домашняя обстановка лучше всего». «Керри, ты не объешься?» — сказала Гертруда, взглядом отнимая у несчастный кусок кекса. «Ишь, взяла лучший кусок». Керри положила кекс, и глаза ее закрылись, удерживая, но не удержав слез. «Пусть она ест», — сказал чаттер, подвигая под нос Керри. «Руки моей поэтому». «Керри, это стихи». «Будь я овцой. Я вам дарю цветы средины лета». «О, как интересно», — заявила Гертруда, жуя полным ртом. Вошла сгорбленная маленькая старуха с подлым лицом и тихой улыбкой. Взгляд ее загорелся. Она шмыгнула носом и села, не ожидая приглашения. «О, чаю, тетушка Ридден», — предложила Гертруда. «Вот вам чашка, вот чай. Кушайте кекс». «Я думала, чай такой жидкий, как был на вашей свадьбе, милочка Керри». Монотонно пробормотала старушка, оглядываясь с лукавством и хитростью. «Но нет, он крепок, он очень хорош, ваш чай». «Кто же этот ваш гость?» «Не родственник?» «Родственник», — вдруг сказала Керри, у которой странно переменилось лицо. Оно стало ярким, глаза блестели. «Это мой двоюродный брат. Мы пойдем с ним в сад. Там есть пиво, там танцуют, еще есть театр. Не правда ли?» Она осмотрела прямо в глаза чатеру, и он так же прямо, но глухо, чуть прищурясь, посмотрел на нее. Чатер уже выпил свой чай. Пока он, встав из скала, затем нашел Кэпи, Стигин спереглянулся женой и больно придавил ей ногой ногу. «Только смотри!» — мрачно шепнул он. Общее молчание заставило Гертруду громко заговорить о домашних делах. Нарочно качнувшись, чатер взял под руку Кэрри, которая, прикрыв плечи голубым шарфом, поспешно рванулась вперед. На улице она горько расплакалась. «Четыре года!» — говорила Кэрри, припав к хмуро, обнявшая ее руке чатера. «Четыре года!» «Но больше я не вернусь. Возьмите меня и уведите, куда хотите, чтобы я только могла заработать. Можете ли вы это? Вы можете! Можете!» «Бедняга!» «Не плачь!» — сказал чатер. «Ведь ты мне дала чаю, Кэрри. Ты будешь пить его из чашки с фузиямой. Пойдем, то есть возьмем извозчика, а завтра Геда Эльстон выйдет на рейд. Одна наша горничная взяла сегодня расчет «Будь я овцой!» Буфетчик нерадостно выслушал чатера относительно Кэрри, так как хотел взять милочку повертлявее. Но чатер обещал ему свои жалования за два месяца и дело устроилось. Кэрри не вернулась за вещами, так что матросы в складчину достали ей необходимое платье и белье. За своими вещами чатер съездил в дом номер девятнадцать на другой день. Вот и все. Еще надо сказать, как утром чатер докончил бар Лена, подтвердив в портьеру музыку и цветы. Он сильно озадачил его, особенно когда прочел стихи. Их пела одна красавица, сказал чатер. Вот послушай. Руки моей по этому, будь я овцой, дарю я вам цветы. Берите, когда дают, хотя вы есть старик, приличнейший, левкой для ваших лет. Цветы средины лета. После этого, все с тем же, еще не оставившим его чувством старшего среди жизни, чатер запустил руку в свою бархатную в кавычках портьеру, почесал грудь и лег спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова